Спортмарафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья. Это Артур Ахметов. И подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Мы сегодня приехали в Красную Поляну в гости к замечательному человеку. Его зовут Макс Панков. Макс Панков работает в Красной Поляне лавинным синоптиком. Тем человеком, который уберегает вас от лавин. И мне повезло, он пригласил меня к себе в гости. И мы сегодня будем с ним говорить о безопасности в горах. Тут сложно заблудиться. Эти двери все одинаковые. Ты прям, что тебе поставил на нашу парковочку, если ты делал? Нет, нет, я к тому, что круто там. Иначе это как-то. Все, прям. Вот. О, Мишаня. О, и Мишка, да, и Кот, и Пёс, поэтому ты тут. Привет. Мишаня, привет. Мишанька, да. Я знаю, что ты Мишаня. Ой, ой, ой. Вот, а Малерка только-только вот убрала машину-то что-то. Привет. Давай, или в этот. Миша, Миша. Ну, что ты делаешь, Мишаня? Какая красивая. А я вам сыр привез из Адыгей. Да ну, еще себе. Что-то больше чем-нибудь? Кофе пить, там, чай. Чай может? Да, вот, видишь, как, вот там я работаю. Красота. Так мы можем, если тебе шумно очень, прикрыть дверь чуть-чуть. Чтобы вот это, пила это там. А так деревня-деревня. А, это зато поживом, да. Ну, деревня, чего. Вот мы вчера вот поднялись. Там вот поднялись вот за эту гору как бы туда. Потом по хребту, по хребту и ушли туда. Аж на самые розовые вчера только вернулись. Часто в такие походы удается сходить. Вместе не часто. Но бывает так, что я, например, там на работе ночую на гребне там или еще Оленка. Потом собака приходит. Ну, по работе бывает. Например, под вертолет у нас вертолет утром обычно. Пока кучевка не поднимается, ну, чтобы область сейчас не мешала, мы там на 6-7 часов договариваемся с вертолетчиками. Пока стабильная погода, чтобы работать. Если придется... Забрасывают, да, туда? Ну, мы же... У нас противооруженные системы, которые там стоят, они работают на кислороде пропане. Ну, на смеси. И, соответственно, баллоны, они такие, ну, 50-литровые баллоны здоровенные. А их меня росли. Да, они весят почти под стольник там. Таких вот кассетей... Не потаскаешь. На себе очень тяжело. Ну, пропан еще можно как-то таскать. Там они такие обычные, вот эти вот, 20-литровые. Вот, а кислород он большой. И поэтому таскает вертик. А вертик, ну, видишь, у него нужна погода, чтобы видимость, плавая ветер. И мы бывает там остаемся часто. Ну, и вообще у нас круглосуточная служба. То есть у нас график. И график у тебя одно или два ночных дежурства. То есть там по двое. Ну, по одному нельзя. Соответственно, мы в зимний сезон в основном. Летом-то обычно чего, лавин нет. И у нас подготовка к зимнему сезону. А зимой у нас, как только вот сейчас войдем в этот режим, как только снег выпадет, все. И будут дежурства четкие, круглосуточные. Ну, то есть ты просто наночевать, потом дорабатываешь следующий день. Потом меняешься, ну, и так далее. А сколько синоптиков вообще лавинных работает? У каждой службы своя служба. Делится на регионы, да? Ну, во-первых, это разные... У каждого курорта свои... Не то, что руководители, а даже разные предприниматели, да? Потому что, например, горки-город – это коммерческий курорт. Там роза хутор, она же была заточена под Олимпиаду. И туда, конечно, вбухали немножечко и государственных денег. Сейчас я не знаю, на каком он статусе. Ну, везде есть какие-то там директора. Ну, вот, соответственно, у нас, смотри, три курорта здесь глобальных. Это горки, вот прямо перед тобой. Там дальше идет Альпик, самый старый Альпик-сервис. Но сейчас ее купил Газпром, и теперь Газпром. Соответственно, вот, горки-город, дальше Газпром, и дальше роза. Соответственно, у всех свои службы лавинные. Ты работаешь на горках? Я работаю на горках, вот прямо перед окном, да. Ну, соответственно, свои задачи, свои... Места для пушек, ну и так далее. То есть, свои проблемы лавинные. Макс, ты живешь вот в этом прекрасном месте, и когда с тобой по телефону говорил, ты говорил, что у тебя сейчас отпуск, но, собственно, и работа, ты не считаешь ее как работой. Ты нашел здесь дело своей жизни. Насколько я знаю, нашел жену, нашел собаку, кошку, я вижу. Все здесь, да? Все здесь, да. Все здесь появилось, и не отсюда. С чего все началось? Вот как, с чего начать человеку, чтобы его мечты в конечном счете сбылись? Ну, наверное, я после армии только стал определяться с тем, что я что-то хочу. Так получилось, что я уехал за полярным кругом в Хибины, ну, работать разнорабочим на станции МГУ, учебно-научная станция МГУ в Хибины, куда приезжают студенты на практику, ну, и ведется какая-то научная работа там. Вот, и, ну, так как там необходимы были люди, вот, и я после армии туда уехал, ну, как бы, там, сделал, постановил трактор, ну, так по хозяйству, знаешь, там, стекло поставить, забить там что-то, в общем, разнорабочим. Вместе со своим другом мы уехали. Восстановить трактор, это что? Да. В каком состоянии был трактор, когда он к себе попал? Да, ну, трактору там надо было сцепление поменять, там что-то подкапывал масло, ну, я просто танкист, поэтому мне было проще все. Ну, просто нужны были мужские руки, потому что там был Валентин Николаевич Шпунов, начальник станции, он такой уже в возрасте был, и у него были женщины только по метеоролог, там, завхоз, и еще там бухгалтер, по-моему, все эти женщины, и он один сидит с женщин, ему, конечно же, какие-то мужские вещи делать, ну, уже не с руки было. А мы такие молодые, горячие ребята бросили все, типа, хрен синистом Москвы, поехали туда, без обратных билетов, фиг знает, сколько там проживем, типа Заполярье, никаких денег мы не, ну, там, когда мы списывались с начальником этим, да, он говорит, ну, если вы едете за 2 рублю на север, то тут не так. Ну, действительно, было бы, были разные вещи, тяжело было, и за хлебом пешком ходили, потому что на автобус денег не хватало, ну, и неважно, и суть в этом. А суть в том, что, собственно, с этого все началась моя научная жизнь, потому что летом приехали студенты на практику, метеорологи, кстати, случайно так попала у них там практика, ну, то есть, случайно, что я там попал с ними. Ну, мы там подружились, и они говорят, ну, слушай, ну, надо поступать тебе, что-то, будешь в тебе жизнь, что-то заниматься, фигняк. Я говорю, ну, слушайте, ну, МГУ это такой статус, там, не знаю, я там школа-то, но я захочу хорошо, там, пару троек, всего остальные четверть-пятерки, но все равно, МГУ какой-то для меня был нестижимый момент. Я это поговорил и забыл, думаю, ну, что, подумаешь, МГУ это не для меня точно. Вот, а потом, так как там полярная ночь, там, мы там сами себе, там, короткий световой день, рабочий день тоже так переходит, мягко говоря, вот, ну, то, что мы жили прямо на базе, на ней же работали, что-то зашел за дверь, уже все на работе. То есть, просыпаешься, темно, выходишь с работы, темно. Ну, и, в общем, была очень богатая библиотека, там, конечно же, ну, в общем, читали. Потом еще в город, в городе, ну, когда еще был принятый библиотека книжки брать. Ну, и, соответственно, вот книжка попала с Владимира Санина, у него пояс называется «Белопроклятие». Это про лавинщиков, она описана практически там по сюжете, который происходил там в 86-87 году, когда там был большой сход лавин на Чигетскую поляну, там, и так далее. В общем, это все достаточно описывается хорошо, ну, и случайно там оказалось, что главный герой, который прототип был, Нурис Урумбаев, лавинщиков при Эльбрусе, там был лавинщиком по имени Макс. Я такой думаю, о, крут, как там. Интересно, судьбоносно, я бы сказал. Да, плюс не так понравилась безумно вот эта работа, про которую он описывал. Он действительно очень красиво писал, Владимир Санин. У него про пожарников есть красивые вещи. Ну, и я такой думаю, ну, все, все совпало МГУ, а такой раз лавинщиков готовят только МГУ. Ну, то есть вообще нет других вузов. Это совпадение получилось. То есть я такой думаю, надо пойти искать, где лавинщиков учат. Раз, нигде лавинщиков не учат. Открываю МГУ, типа, а там кафедру глициологии, крелитологии как раз по этому, по этой специфике. Ну, глициология – это все, что все виды природных, снегов и льдов, которые находятся на поверхности, крелитология – то же самое. Сейчас российские вузы учат этим специальностям? Вот это единственный вуз, который до сих пор учит этим. Ну, какие-то вещи попадаются там у геологов, там, да, все-таки, но это более специфично и МГУ. Ну, и глициология в какой-то момент, она, может быть, сейчас не очень популярна, потому что, ну, леди Китая, там, все туда-сюда, плюс такая романтиков у нас в стране немного, которые поедут там работать. Ну, и вообще как-то тут лаинщиков, дай бог, там, чуть больше ста человек на всю страну. И все шли на крелитологию, потому что это выгодно. Это же нефть и газ. Устроиться можно после того, что закончишь, например, университет. Ну, а у меня была уже цель, то есть я просто поставил ее, что все, я должен стать лаинщиком и поменять свою жизнь полностью. И все. И вот так каждый день учился, читал, старался что-то там на практику и так далее. Шаг за шагом вот приблился к своей мечте. Ну, конечно, не сразу то, что там были, были паузы были, потому что, например, я закончил университет и места все заняты, известные, грубо говоря. Никто я на работу особо не берет. Тебе надо самому трудоустраиваться, искать эту вакансию какую-то. Ну, и я там начал работать гидом. Собственно, у меня альпинизм с детства в 13 лет почти занимался. Сейчас ты и кандидат к мастера спорта. Ну, это по-старому, да. Я так сейчас уже профессионально так не хожу сильно. Что, я совместил свои знания и работу гидом, ну, грубо говоря, по этой специальности. В основном занимался вот этими лыжными, горнолыжными темами, как бы, кантри-лагерями, организацией в России. Одна из, как бы, была большая команда людей, которые это все организовывали. Только вот через 10 лет случайно вот вакансия какая-то как бы вернулась, и меня так случайно тоже позвали. И там и было. Розе хутор-то было в 11-м году, в 2011. Восемь лет назад. Да, все, да. Все остальное, оно было близкое к моему увлечению. То есть, допустим, альпинизм, опять же, зимний какой-то там, горнолыжный, сноубордизм. И все это, оно все равно сталкивается со снегом. То есть, куда бы ты ни пошел, вот эта специальность, которую я получил, она мне очень помогала. И я набирался такого вот ручного опыта, можно сказать, вне основной профессии, которой еще не было, грубо говоря. Но все равно я поддерживаю вот это тоже знание, которое получил, я поддерживаю натуральными наблюдениями. Вот. И тогда уже начал читать какие-то люди попросили как-то один раз про лавину рассказать. Я рассказал. Ну, и все это понеслось. И вот уже почти 20 лет с лишним я читаю лавинные курсы вот эти. Они тоже выросли оттуда, когда я закончил МГУ, решил развиваться, как-то читать. И потом кто-то попросил передать эти знания. Вот. Ну, и, собственно, когда я приехал сюда уже, все, я приехал окончательно практически. И уже живую работу здесь вот эти все 8 лет. Лекции Макса Панкова о лавиной безопасности вы можете найти на YouTube-канале Спортмарафона. Они состоят из трех частей и длятся почти 7 часов. Там то две части, то три, наверное, да. Ну, в среднем я смотрел твои лекции, они курсы, можно их так назвать, они длятся достаточно долго. У нас, конечно, в подкасте такого времени нет. Поэтому, поскольку, да, мы познакомились. Ну, может быть, с точки зрения полезности их уменьшать не надо, но все-таки в рамках вот этого подкаста нам нужно уложиться в более короткое время. Поэтому мы, в принципе, познакомились с тем, как ты попал сюда, на Красную Поляну. И я в начале подкаста не сказал. Скажу сейчас, что мы, на самом деле, беседуем с Максом на балконе его квартиры. Перед нами очень красивый вид на... Хребета Ибга. Сзади нас главный кавказский хребет. Да, поэтому вы слышите здесь такие посторонние звуки. Наверное, мы сейчас зайдем все-таки... У нас деревня, поэтому... Деревня Красная Поляна, поэтому здесь... Зайдем внутрь, чтобы было потише, и мы могли поспокойнее побеседовать как раз-таки о лавинах и что от них следует ожидать. Максим, скажи, вот что вообще на самом деле можно вложить в понятие лавинной безопасности? В принципе, это культура поведения на склоне, то есть надо знать суточный прогноз, который говорит о том, придет ли склон, не придет ли склон. В дальнейшее не кататься одному, то есть есть определенные правила, которые, соблюдая которые, ты будешь... риск будет сведен к минимуму, так скажем. Если я катаюсь в рамках трассы на курорте, меня касается лавинная опасность? Касается, если ты, допустим, в зоне ответственности курорта, то ответственность берет лавинную службу, ну и курорт сам. То есть мы должны обеспечить безопасность в первую очередь людей, которые приезжают кататься на трассах, потому что вне трассы это вне зоны курорта. Соответственно, если вы приезжаете кататься по трассе, то мы должны обеспечить вам безопасность. Я надеюсь, что мы обеспечиваем ее с должной ответственности, потому что, по крайней мере, фу-ть-фу-ть-фу, но никаких случаев именно на трассах У нас не произошло за последний Вот сколько состоит курорт Это наша задача основная Как вообще образуется лавина? С чего начинается образование вот этого потока Который износит все на свете? Ну ничего нет сложного Для образования лавины необходимо 3 условия Ну вообще 2 Но если мы говорим о людях, о безопасности, то 3 То есть сам человек должен быть в горах Склон, по которому снег соскальзывает И сам наличие снега А так для лавины 2 условия Это склон, по которому она качется И наличие снега Снег и рельеф Ну как говорят у нас Снег и рельеф 2 лавинообразующих фактора Почему снег начинает сходить со склон вниз? Ну потому что снег очень динамичная структура Он меняет свои кристаллы Которые выпадают изначально Они потом метаморфизируются Меняют свою форму, размеры, количество кристаллов Связи между кристаллов меняются Снег же он падает как осадочные породы То есть такими слоями То есть снег выпал, снегопад закончился Потом выпадает следующий Ну этот может снег подтаять Или растаять совсем Преобразоваться в корочку Дальше идет следующий снегопад И вот эта слоистость снежного покрова Бывает так, что Это вот структура снега В виде слоев Каждый слой это отдельный снегопад Просто бывает так, что Граница между этими слоями не очень хорошая То есть они друг за другом не очень хорошо держатся И сходят лавины Соответственно Либо если это последний слой уже То есть у него связь с грунтом А почему такие связи плохие? Потому что снег динамично меняется Все внешние воздействия на снег Ветер, температура, вода Которая туда попадает Она все изменяет Эти кристаллы Которые в какой-то момент Становятся непрочные Связь сломается между кристаллами И снег дальше Сила гравитации, сила тяжести Тащит эту массу вниз В слоях снега Есть такие слои Которые имеют непрочную связь Слабые слои Кристаллов И по этим слоям Два слоя внизу Один слой твердый И сверху И они начинают скользить Есть так называемые Глубинные слои Которые могут быть слабыми По своему рождению Например Если бы снега здесь было мало В нашем регионе это не очень развивается А допустим В Фрейбрусе Высокогорье повыше Или например в Сибири У нас вообще снега немного То есть за зима выпадает Там сибирский антициклон И снега много не выпадает Выпадает там максимум метр Допустим И когда снега выпадает мало Там кристалл начинает расти Под влиянием температуры Низкой температуры И так далее И возникает внизу Очень такой рыхлый горизонт Так называемый глубинный Это вот слабый горизонт Он очень легко разрушается Например у нас бывает Когда очень ясные Холодные ночи Температура За счет длинноволнового излучения Которое уходит в космос обратно Температура поверхности Сильно понижается И в результате Воздух становится теплее Чем температура поверхности снега Выхолаживание так называемое И вот этот теплый воздух Он намерзает Такими красивыми кристаллами Ну как изморозь такая Но только она происходит На поверхности Так как это кристаллы Такие косообразные Такие как забор Такие вот стоят Когда на него ложится Уже обычный снег То внутри тоже возникает Вот этот слой рыхлый И он очень долго сохраняется Но он сам по себе очень хрупкий В какой-то момент Просто происходит давление Ну то есть там Кристалл человек Или выпало еще снег Снег уже он тоже весит Вот эта весовая нагрузка Она становится критической Для этих кристаллов Они ломаются Это вот такие вот Могут быть слабые слои Которые замурованы что ли Да спрятаны там Внутри снежного покрова Они могут находиться Довольно долго Потом они разрушаются Под различными воздействиями Бывают такие у нас Зимние грозы Или просто приходит фронт И в начале фронта Сыпет крупа такая В виде маленьких градина Круглые Это тоже создает Определенный слой из шариков Которые очень плохо Между собой сцеплены Да бывает иногда Не только сам слой Может слоев не быть слабых Вот которые я говорю Образовываются Но зато может быть Слабый контакт между слоями Который сам в себе плохой Например У нас долго-долго нету снега Не выпадает снег И солнечная радиация Превращает верхний слой В такую За счет воздействия Солнечной радиации Верхний слой превращается В корочку ледяную Ну потому что Днем она подтаяла Значе она замерзла Потом на эту корку ложится Потом приходит склон И бах Там 30-40 см снега На эту корку ложится Конечно же Что выпавший снег На контакте со льдом Он не может Ему не за что зацепиться И верхний слой Не будет держаться Такая корка Может быть создана Ветровым воздействием То есть бывает так Что ветер так сильно дует Что образуется Ветровой нас Это тоже корка Бывают просто кристаллы Ну верхние кристаллы Подтаивают И они округляются Становятся более крупными А те которые выпадают Они более корявые Да у них еще есть какие-то Выпуклости Вогнутости Они еще могут С чем-то сцепиться Но когда они ложатся Например на такой слой Сцепиться им не с чем Потому что Та старая поверхность снега Она уже метаморфизировалась Из-за этого бывает часто У нас например 90 с лишним процентов Это контакт старого снега С новым Очень плохой То есть у нас редко Когда возникают Вот эти слабые горизонты Про которые я рассказывал Внутри снежной толщины Но зато у нас Стабильно Это вот слабый контакт Снег лег Полежал немножко И уже Станется Совсем другим Не таким каким он выпал А тот снег который выпадает Он с ним уже Имеет плохой контакт Ну еще и количество снега же Потому что это же Склоновое явление Поэтому чем больше Снега ложится на склон Тем легче ему соскользить То есть сила трения Да с одной стороны держит А другой сила тяжести давит И вот когда эти две силы Противоположные Одна из них побеждает То либо снег остается На поверхности Либо он скатывается Соответственно чем больше Расет масса Тем сила тяжести Сила превышает Силу сцепления Насколько лавиноопасным Является регион В котором мы сейчас Находимся Ну относится К районам С высокой степенью Лавиноопасности Человеку который Решил покататься Вне трассы Ему нужно обязательно Ознакомиться С лавинным прогнозом И принять для себя Решение Ну во первых да Соблюдать правила Безопасного катания То есть кататься в группе Покататься по Ну маршрутам Безопасным маршрутам На данный день Потому что бывает так Что где-то можно Проехать например По лесу Там то что в лесу Будет менее опасно А выше границы леса Будет более опасно Потому что снег Меньше армирован Этими деревьями Соответственно Вот то есть Выбрать на данный день Правильный маршрут Кататься в группе Знать с лавинной Бюллетень на данный момент Да Лавинный прогноз Ну и Иметь и уметь Пользоваться лавинным Снаряжением Потому что никто Не застрахован от ошибки И лавина снаряжения Конечно не отгоняет Не отпугивает лавину Но с другой стороны Несколько процентов Может Ну как бы Если что-то случится То у вас есть шанс Спасти человека Да При помощи Конечно процент невысок Но все равно За любой процент Что такое лавинное снаряжение Потому что Ничего на вслух Ну стандартный комплект Лавинного снаряжения Включает в себя Лавинный датчик Да Он же Прием-передающий устройство Транссивер Он работает Как на Бипер Да Пипс Мычок Как его только Называли Это прием-передающий устройство Которое Как может передавать сигнал Так и может его принимать Они сейчас Независимо от бренда Все работают на одной частоте Которые Наговорились Производители Датчик помогает Найти человека Достаточно быстро Под слоями снега Если вы умеете Пользоваться Опять же Потом нужна лопата Потому что Как только вы определили Место где этот человек лежит Вам нужно его откопать Обязательно нужна лопата Ну и я бы все-таки Сюда бы добавил Обязательно Наличие зонда Лавинного щупа Так называемого Потому что Не всегда в группе Все именно с трансиверами Это раз Во-вторых Бывает что ты приезжаешь На место И ты не знаешь Был ли у страдавшего Трансивер или нет Ты включаешь прибор свой На прием сигнала Сигнала нет Все Где ты будешь копать Зонд он помогает Прозондировать Площадь определенную Если у вас несколько человек Прозондировать И найти человека При помощи зонда На ощупь Грубо говоря Потому что Это вот три Самых основных элемента Которые просто необходимы Человеку Который катается вне трассы И переживает за жизнь Своих друзей Я бы сказал здесь за свою тоже Вот Ну и Сейчас конечно Стало модно Кататься с аэрбэгами Лавинные рюкзаки Да Эванч аэрбэг Системы Они тоже различные Но тоже помогают Статься на поверхности Что самое важное В лавине собственно Ну то есть это и рюкзак Который надувается В случае схода лавины Да Ну в принципе Тут у рюкзака Самая главная Да Самая главная Прелесть этого рюкзака Или сущность этого рюкзака В том что Ты увеличиваешь объем При этом Сам вес рюкзака Недостаточно маленький При этом Ты надуваешь шар Который по объему Ну грубо говоря Или подушку Там не важно что В общем матрас надувается И он по размеру Объему своего большой И поэтому Ты остаешься в потоке Наверху Наверное многие слушатели Представляют себе Смег такой Безобидной стихии Да Вышли во двор Поиграли в снежки Мягкий Достаточно просто Рассыпается Но лавина Она имеет Более серьезную структуру Все зависит на самом деле Какая лавина Они же тоже делятся на классы Там глобально Они делятся на два класса Сухие и мокрые У сухих лавин У них преимущество Скорости И наличие Снеговоздушной волны Которая идет впереди Да То есть как при взрыве Идет волна воздушная Так и здесь Перед основным темом лавины Идет Снеговоздушная волна И плюс это все Большая скорость Ну По современным Там Замерам Некоторые лавины Достигали До 350-400 километров Такие были случаи Вот То есть Надо понимать Что это снежная масса В среднем Несет еще Деревья Может На пути Да Может Все зависит от того Опять же Где она оторвалась Бывает Что попадаются И комки И корки И она Первичная созданная Ну то есть Структура Которая потеряла Это может Небольшой кусочек Снега быть Он уже начинает Выдавливать все Что под ним И там уже Можно Да В других слоях Может содержаться И деревья И так далее Да И масса такая Вот таких лавин Она может С большой скоростью Поэтому Оказаться на пути Такой лавин Ну очень сложно От нее выйти Потому что она Очень быстро двигается Ну и Пыль Она настолько В этом воздушном потоке Настолько вот Быстро крутится Что людям забивают Дыхательные пути Они задыхаются Даже от пыли иногда В основном И рот и нос Все заполняют Этой пылью снежной А у мокрых лавин Они более Низкоскоростные Да То есть там До 100 километров Даже меньше Там 70-80 километров Они ползут И даже бывает Ползут так Что ты можешь Сторонку отойти Ногой Особенно если полога Но при этом Плотность этого снега Потому что Первоначальная плотность Может быть там Не знаю 150 килограмм На метр в кубик То есть кубик Метр на метр Будет весить 150 килограмм А когда он выпадает Он вообще может выпадать Там у нас есть плотность 50-20 килограмм То есть вообще Такой одуванчик Можно сказать Пушистый такой снег А например мокрые Они за 500 уже перевали То есть у вас кубик Уже метр на метр Все поры в снегу Будут заполнены Вот этой водой Соответственно Вода у нас Плотность 1000 Ну так как она Там не полностью присутствует Но уже снег подтаявший И масса вот этой Мокрой лавины Может достигать Очень больших Объемов И размеров Давление очень большое Ну например Среднее давление Воздушной волны Это где-то От 500 килограмм До полутора тонн Это воздушные волны На квадратный метр А само Само тело лавины Сухой Давит от 5 до 50 тонн Может давить Ну то есть на конструкцию Удар Вот такой может быть Ну 5 тонн Даже возьмем Самую маленькую 5 тонн Это уже достаточно серьезно Макс Скажи пожалуйста Вот как человеку Который оказался В горах Вне зоны Трассового катания Скажем фрирайдеру Можно ли ему На глаз Определить Лавина опасная Местность Где он собирается Кататься или нет Ну как бы да Ну во первых Это угол наклона Да У нас как бы Потенциально Лавиноопасными Считаются склоны От 15 градусов И выше Да Но средний Диапазон Лавин Который сходит В массе своей Больших Там 80 процентов 90 почти Это где-то 25-27 градусов До 45-50 Потому что дальше Лавина редкой повторяемости Так же как и Если ниже Тоже редкая повторяемость Поэтому Если вы находитесь В зоне наклонов Этих именно Основного схода лавины Это уже вам говорит о том Что здесь возможен лавин Во-вторых Надо Если вы приезжаете В регион То надо Как бы заниматься Такой простой Метеорологией Да Посмотреть Как меняются температуры Сейчас очень куча Всяких приложений есть Которые дают прогноз Да Посмотреть Сколько выпало снега Это тоже несложно Если у нас в поселке Здесь выпадает 20 сантиметров снега То мы можем предположить Что там с наличием ветра Наверху Это может быть И в полметра И больше выпасть Просто обычное Наблюдение за погодой Ветер Направление Температуры Резкие падения Изменения температуры Все тоже приводит Нестабильность Ну и соответственно Это вещи Которые ты должен Заранее продумывать Да Если вечером Идет снег И не прекращается К утру Ты понимаешь Его навалит очень много Это военноопасно Да Ну и так далее То есть простые вещи Мониторинг погоды С использованием Различных средств Там интернета Друзей Звонок ловить Звонок женаком Маловить Да Это то что касается Допустим Ваших предположений Да То есть ты вот Находясь здесь Сейчас предполагаешь Что ловиная обстановка Может очень сильно измениться Потом Вторая часть Наблюдения Это уже непосредственно На склоне Ты приезжаешь на склон Ну тут все просто Если вы находитесь у нас Грубо говоря В зоне курортов То здесь за вас Это все делают Да То есть все проверки Прогнозы Все уже за вас сделаны Если вам открыли Тоступ к канатной дороге наверх Значит там ловиенщики Уже поработали И все Ну имеется ввиду Что для вас это безопасно Если там закрыто То значит закрывают Не просто по какой-то причине А причина Ну в данном случае Допустим Неподготовленные трассы Ловиная опасность Либо еще что-то Ну это какое-то там Любое что может случиться По какой-то причине Людей туда не пускают Что-то случилось Ну если говорить Про нашу работу То да Ловиенщики имеют приоритет В данном случае Потому что если ловиная опасность Тут уже готова трасса Не готова Тут все равно людей туда не пустят Потому что Невозможно Обезопасить все трассы Всегда есть угроза Даже в пределах трасс Но мы стараемся Ну как бы его убрать Просто физически Есть вещи Которые мы не способны сделать Да допустим Мы там Лавины убираем А снег идет с такой интенсивностью Что через час Зона будет опять же опасна Ну и так далее То есть там Это не так просто все На самом деле Большая ответственность Ну и второе Момент Когда человек приезжает Он вот здесь вот Глазом посмотрел Понюхал Метеорологически вроде подумал Потом приезжает Приезжаешь наверх И смотришь эту обстановку Сравниваешь с тем Что ты думал Совпадает А не совпадает Если там ловина опасна Ну или там Потенциально ловина опасна Ты считаешь Что вот здесь вот это сложно Делай Делай простой спуск Да На более пологих участках Либо залезенных участках Да То есть где Минимум риска ловинного Ну и еще Существуют различные тесты Для проверки Устойчивость снега на склоне Там Компрессион тест И так далее То есть выкапывается Размеры Делается определенная Снежная колонна На нее дается нагрузка И смотрится Как снег будет Под этой нагрузкой Как себя будет вести Например Там Ты хлопаешь По колонне Да И она начинает разваливаться На куски И понимаешь Что снег Ну Сцепление плохое Да Ну просто Ну Последние два года Я в лекциях Эту тему как раз закрыл Потому что Многие люди считают Что только на основе Вот этих данных Можно понять Ловина опасна Не ловина опасна Ну Тесты это дополнительный инструмент Изначально Архитектор Ловин Это температура Ветер Снег Сам тест Он иногда Может быть Недостоверно Выполнен Его можно Неправильно Сделать Неправильно Продолжить нагрузку И так далее Поэтому тесты Это дополнительный момент Я в своих лекциях Вот с прошлого года Закрыл эту тему Но В любом случае Люди Которые Занимаются Ловиной безопасности Или профессионально Катаются Они все эти моменты знают У вас Все гиды Которые работают В Красной Поляне Все знают И могут сделать тест Проверить В себя И так далее То есть Еще есть дополнительные инструменты Которые тоже можно использовать Ну а так Если вы допустим На курортах То за вас Делают службу Как раз таки А служба Результатом Ежедневной работы Лавинного синоптика Является Так называемый Лавинный бюллетень Расскажи немного Что этот лавинный бюллетень Содержит И какую работу Ежедневно делает Лавинный синоптик Чтобы этот Лавинный бюллетень Вышел в свет И где его можно посмотреть Да Вот этот Последний вопрос Он Очень такой Сложный Дело в том Что я уже Не знаю сколько С момента Когда я пришел Работать на курорт Грубо говоря Я бьюсь над тем Чтобы сделать Более прозрачным Этот момент Да То есть Чтобы можно было Людям прийти Информацию И это получить Дело в том Что здесь все очень Завязано на Предписание договоров С различными структурами И иногда эти договора Не позволяют Передавать Третьим лицам Грубо говоря Туристам Да Данные Информации Ну все это сейчас На самом деле Становится более лояльным Например вот Горки Горц В котором мы работаем Они выпустили приложение Да мобильное сейчас И в этом мобильном приложении Есть уже характеристика Лавинная лориска То есть там Зимой пишется Степень лояна опасности Там два Или три То есть уже информация есть Но Сам бюллетень пока не публикуется Но я очень к этому стремлюсь И я допустим Разговариваю с руководящими Людьми Нашего курорта И они говорят Мы не видим проблем Давайте сделаем Давайте И мы вот подготовили В свое время Целый проект развития Что мы считаем От своей службы Ну то есть мы взяли Придумали всю эту штуку Как курорту Помочь найти Коннект с туристами Да Что мы можем предложить им Ну и так далее Тут стенды Различные Да Информационные Где бы отражал Степень лояна опасности Так далее Что Даже то же самое приложение В телефоне человек читает Сегодня третья степень лояна опасности Он думает Из каких Семи Из восьми Из десяти Да Третьи же не десять В том-то и дело Изначально Шоколад пятибалльный Ну то есть Недоработано Это уже риск И так далее Да И вот мы делали Такую вот Презентацию Пошли к руководству Его вот Презентацию показали Им все подарили Ну надеюсь Что в этом году Там что-то сдвинется Сместо Когда мы увидим На курорте Горки Город Ларина Бюллетеня Максим Спасибо Ну не только мне Спасибо Это задействованы кучи людей Я сейчас тебе покажу Как он выглядит Вот И собственно Ларина Бюллетеня Составляется Проводится наблюдение В течение суток За погодой И на основании Анализа этих Метеонаблюдений Составляется прогноз Лавинный прогноз У нас состоит Из метеорологического То есть Есть разные способы Прогноза Снега Мы пользуемся Ну почти 99% служб Лавинных Пользуются Метеорологическим прогнозом На основании Характеристик Температуры Ветра Направления Снег Интенсивность И так далее Вот эта вся Характеристика Она отражается Потом в виде Ларина Бюллетеня То есть Это самые простые Вот допустим Лавинный бюллетень Любой Допустим Открываемый С чем состоит Он состоит Из прогноза На ближайшие сутки Вот он Лавинный бюллетень Такой-то номер у него Соответственно Он 9 у нас Утра до 9 Следующего утра На сутки дается Здесь дается Прогноз погоды Ну это Метеорологический прогноз Что ожидается Такая-то погода Вот Метеорологический прогноз Нам дают Различные сайты погоды Например Вот Я пользуюсь Часто и нашим Гидрометром Вот прогностическая карта Приземных слоев И мы видим Видите Холодный воздух Теплый приходит Это фронт идет Мониторят карту Знаем Когда он к нам придет Через там Двое суток И мы уже начинаем Там Подстраиваться Как под это дело Там ускоряться Если у нас что-то не готово Ну в принципе Я к тому Что откуда идет информация Плюс еще Мы пользуемся норвегами Потому что норвеги На самом деле В Европе Самые крутые Метеорологи Плюс еще Очень удачный прогноз Под нас попадает Ну то есть Есть Мы можем посмотреть Кучу прогнозов там И они все будут давать Разную погоду Какая из них будет Правильно И вот методом просто Наблюдения Вот за 5-6 лет Я выявил Что вот это Норвежские прогнозы Они лучше всех Работают в Красной Поляне Это какой сайт Давай посмотрим Вот такой Вот у нас тут есть Игритр.но Это Норвеги Вот у них еще есть Это вот мобильные Для мобильных приложений А еще у них есть Вот для таких Здесь дается И по часам И тут можно скачать его В виде PDF файла Ну и плюс Сюда можно Свои точки Здесь есть тоже Привязанная Геонейм Так называемая Структура И в принципе Можно поставить Свои точки И они будут По этим точкам Каким-то образом Работать Дальше идет Фактическая погода Которая на момент Выписывания бюллетеня То есть мы должны Это сделать пораньше Соответственно мы пишем У нас там туман Температура На такой-то высоте Такая-то То есть дальше Это фактические данные Которые мы собрали Со своих метеостанций Или со своих Метеоплощадок И на основании Прогноза на сутки Что мы ждем Допустим Сейчас там выпало 5 сантиметров снега Грубо говоря Но мы ожидаем Что выпадет еще 40 сантиметров Понятно Что мы Где-то к обеду Уже может накопиться Такое количество Что на трассу Может что-то вылететь То есть мы можем Трассу где-то в обед Закрыть Грубо говоря Потому что накопится Много снега И так далее То есть здесь уже Дальше Все катающие Ждут Когда накопится Много снега А вы их Да Но мы Дело в том Что мы горнолыжный курорт И основная специфика Это катание По трассам Мы не Внетрассовый курорт Грубо говоря У нас есть трасса Которая не ратрачится То есть есть просеки На них падает снег Точно так же Но туда не ходит ратрак Все это Близи к канатным дорог Не очень далеко Чтобы можно было Если человеку помочь Где-то Поэтому у нас С фрирайдом Считается просто трасса Которая не ратрачится Они просто дикие склоны Курорт Все-таки Тоже Ты же понимаешь Что ты купил скипаж Значит соответственно Тебя берет курорт Если там что-то случается Прокурор придет Не к тебе А к руководству курорта И людям же Невероятно Когда прокурор приходит Вот таким образом На основании Прогноза погоды И фактической погоды Строятся лавины бюллетени Сходя из Метеорологических параметров Которые мы все Анализируем Анализируем мы тоже При помощи обычных программ Там Вот например У нас Сейчас открою Вот у нас Метеостанции Вот наши Чик Вот у нас Три метеостанции Которые Круглосуточно Показывают прогноз В таком виде В табличном Вот например Потом Есть у нас Еще три Подрядных Метеостанции Росгидромета Вот Они еще три Работают Тоже по высотам Вот у нас Тысяча метров Тысяча пятьсот две Наши стоят Тысяча шестьсот И выше что Это погода Которая Это фактическая погода Да Ну как бы Мы никому не передаем Мы не имеем права Передавать эти данные Они остаются у нас В службе Смотрим прогнозы Смотрим фактически погоду Звонок знакомому Лавинному синоптику Ну Максим Скажи Какая погода Так бывает Бывает На самом деле Так и есть Практически все Довольно-таки Часто работающие гиды У нас на горках Которые здесь живут В Красной Поляне Они часто По утрам звонят И спрашивают Что откроете Что не закроете Какая там обстановка На склоне То есть в принципе У нас идет обмен данными То есть люди Не просто так катают Туристов Они еще думают О их безопасности Говорят Вот что думаешь Там как Ну так далее То есть консультация Такая некая происходит То есть вот И плюс например Вот у нас есть На основании Вот этих метеостанций Я сделал Написал несколько таких программ В Excel просто Они эти данные обрабатывают То есть не я Своей головой думаю Они сами делают Оп Виш поменялось То есть вот Текущие графики И вот так происходит Если я там Через 5 часов это открою Графики будут другие Анализ уже проведен То есть мы видим Что температура Виш растет Здесь растет Ветер Доминирующий направление Северо-западного В основном Да западного Северо-западного То есть в принципе Мне не надо смотреть Каждую строчку Для меня это сделала программа То есть мы тоже На месте не стоим А пытаемся Это все модернизировать Чтобы это было Довольно-таки быстро Точно так же Вот мы там Другую откроем Сейчас Вот она тоже сейчас Это Ну это все наши Три метеостанции 1600, 2300, 2350 Это Которая стоит у нас на горках Ну будет денег побольше Поставим больше Ну плюс еще там У нас сеть Различных Снегомерных рейек Которые меряют тоже Количество снега Они на этих рейках И температуру Внутри снега Они все рейки С датчиками у нас С датчиками температуры снега А как часто тебе приходится Подниматься наверх Каждый день Каждый день Ты поднимаешься Каждую смену Ну конечно Лавинный прогноз Вообще Как бы любой Стоит из трех частей То что мы сейчас С тобой говорили Это вторая часть Первое Это визуальное наблюдение Это может быть Не важно какой порядок Ну в каком порядке Это будет первое Или второе Ну хорошо Давай Мы поговорили сейчас Об аналитике Это анализ Снегометеорологических параметров Это первое Второе Это визуальное наблюдение Ты выходишь И смотришь Сошло там где-то Не сошло Потому что Лавины могли сойти ночью Где-то В принципе наша задача Не допустить Бесконтрольного схода лавин Потому что наша служба Занимается контролируемым Спуском лавин Это наша работа То есть мы должны Заставить лавину сойти Если она сошла сама Значит мы Где-то там Не досмотрели Не Она может сойти сама Вне зоны нашего контроля Так скажем Вот Поэтому визуальное наблюдение Например там На метеоплощадке стою На 1500 У меня выпало 30 сантиметров снега Я прихожу на рейку Которая Вот туда на пике На самом находится На 2200 То есть разница От 1500 до 2200 Да, 700 метров Грубо говоря Я прихожу А там На рейке нет этого 30 сантиметров А их просто ветром сдуло Значит он где-то лег Значит он где-то там По кулуарам По Подветренным склонам Где-то остался И мы должны поехать На это место И посмотреть Сколько его туда накидало Потому что трассы У нас бывают И на подветренных склонах И на ветре То есть мы должны проехать Вот я пришел на работу Взял вот это все Проанализировал Первый пункт мы выполнили Поднимается наверх И дальше мы Визуальный осмотр Делаем всех трасс Мы проезжаем До того момента Как туда турист попадает Мы проезжаем Все возможные окрестности трасс То есть все открытые трассы На данный момент Мы проезжаем И по трассам И рядом с трассами Чтобы обеспечить Безопасность Мы должны проехать И вне трассы Но допустим Вот трасса поворачивает А здесь над ней склон Он не ратраченный Это вне трассовый кусок Но если он в опасном Грубо говоря Лавина опасная Высокая То этот склон Может сойти И вылететь на трассу Соответственно Мы должны подъехать Проехать И потолкать его Посмотреть Действительно он опасный Не опасный Если он не сходит Значит все нормально Ну плюс еще Нас выручает ГАЗЭКС Потому что ГАЗЭКСы практически 80% нашей работы выполняют Что такое ГАЗЭКС? Это противолавинная система ГАЗЭКС Стоит она из двух частей Это шелтер Так называемое укрытие Пункт управления Где стоит вся аппаратура Которая выпускает этот газ Хранит этот газ И соответственно Электроклапана Которая там И спутниковая связь Которая дает нам Возможность стрелять с компьютера Вот два элемента Один это шелтер Другой Другой пушка А между ними Находится трубопровод Который связывает шелтер С пушкой Пушка это просто Грубо говоря Кран Ты открываешь Из него выходит газ Обычно В водопроводоклад Вытекает вода Там вытекает газ Смесь пропана С кислородом Какое количество газа нужно Мы решаем сами Все зависит от диаметра И длины трубопровода Все зависит от того Какого объема пушка Они бывают там 0,8 куба Пушка маленькая Полтора куба Газа Грубо говоря Трехкубовая Вот при выстреле Трехкубовая пушка Эквивалент Взрывчатых веществ Это примерно 32 килограмма тротила При выстреле Ну Это много Да это очень Это самая большая пушка Которая выпускает Трехкубовая Поэтому Эти пушки у нас расставлены Зоны зарождения лавин Одна из задач Ночного дежурства Грубо говоря Или там Операторов Которые работают В этот день Это работа Именно с газексами То есть ты открываешь программу Выбираешь Те пушки Которые необходимо Стрелять Ну потому что Бывает так Что с дулой Под пушкой Грубо говоря Того снега Который нужен Нет Что стрелять пушкой Если она ничего не сбросит Но даже если она не сбросит Этот снег Она его все равно Утром будет Но наша задача Чтобы он улетел Потому что Если он не улетел до конца Он может потом Остаться в середине склона А весной Накопившись Улететь уже мокрый Лавин мощный Поэтому Тут очень тонкий момент У лавинщиков Принятие решения Потому что Чтобы склон Грубо говоря В лавинном отношении Созрел До того момента Когда вот-вот Он уже сам сойдет Потому что Если выстрелишь раньше Сойдет небольшое количество Мало того Что оно не дойдет Донизу И застрянет на склоне И потом скопится весной Все это может уйти Большое уже Комком Либо Ты стрельнул в ран И через 2 часа Опять все засыпало Накопилось еще больше Ты должен так Спрогнозировать Чтобы это вот-вот Уже прямо на грани схода В этот момент Ты бахаешь Как раз все разгружается А следующее накопление Уже требует Большего времени И тут надо поймать Эту вот Ниточку тонкую Это вот Большая задача Соответственно Оператор сидит Он поступает Мы принимаем коллегиально У нас есть там Служба Лавинная служба Росгидромет И мы Лавинная служба Мы на основании наших данных Меняемся друг с данными Мы принимаем решение Что будет проводить Активное воздействие Стреляем Сначала делаем повещение По всему курорту Потом по связи Объявляем Что мы стреляем Стреляем Даем отбой Выходят службы Ротраки И дальше все работают В статном режиме Это может быть как днем Так и ночью Но примерно 90% стрельб Происходит ночью Мы немножко отвлеклись От лавинного бюллетена Да Ну вот Да вернемся Лавинный бюллетен Лавинный прогноз Трех частей Первое Анализ снегомедеологических Показателей Визуальное наблюдение Вот мы вышли Посмотрели Ножками потопали Ладошками похлопали Все нормально Ну и третий момент Прогноза Это вот Те самые Шурфы На устойчивую снежную покрову То есть Если тебе что-то непонятно У тебя еще возникает сомнение Ты выходишь В то место Где ты Подполагаешь Что оно Шурфы копаются Четко по месту Где Не требуется проверить По факту Выходишь в это место Если надо Со страховкой На веревке Или еще как-то Вкопаешь шурф Смотришь Наличие Или отсутствие Слабых горизонтов Ну и так далее И дальше Там целая стратеграфия Делается Тест на устойчивое снега Под давлением Ну нагрузку И дальше Тебе все становится понятно То есть Вот этих трех компонентов Визуальное наблюдение Анализ снегометеорологических показателей И допустим Дополнительная шурфовка Дает тебе полный комплект Данных Которого достаточно Обычно достаточно Двух визуального наблюдения То есть Мы копаем Но не так часто В силу различных причин И труднодоступности И так далее Вот в принципе Прогноз строится С трех частей Основной из него Конечно Это вот Анализ снегометеорологических показателей Я думаю Есть еще один Немаловажный факт В составлении лавинного прогноза Это все-таки Опыт лавинного синоптика И это будет четвертый факт Который помогает Ну да Тут был такой Очень неизвестный Лавинщик Акуратов Он работал в Хибинах И он Предложил так называемую Систему познавания образов То есть Имея какой-то приемный архив Ну то есть Наша голова Это тот самый архив То есть Ты уже Когда здесь живешь И думаешь Вот в прошлом же году Выпало именно столько снега При такой-то температуре И у нас вот там Вот там Сошло очень сильно И ты уже в этом году думаешь Ого Очень Ситуация похожая Это называется Система познавания образов Старый образ Сравнивается с этим И у него целая Прямо было Действительно очень интересный Проект был И вот Не знаю Мы сейчас Может быть с моими друзьями Попытаемся его возродить И сделать в электронном виде его Чтобы этот архив Он уже как нейронная сеть Была бы уже работала То есть Мы накапливали бы данные Собирали А потом Эта система бы Допустим сравнивала Фактические данные Которые сейчас происходят С тем Что было когда-то там В истории И она говорит Ооо А у вас же прям совпадение Похоже Что такая же картина С такими же температурами Ветрами была В таком-то году И у вас У вас отмечено Что были лавины Типа вот Лавинчик Будь внимателен Типа того Такую систему Очень интересно создать И было бы хорошо Вот на основании Эти нейронных сетей Это все развивать И я надеюсь Что может быть Ну может не у меня Там может у кого-то другого Руки дотянутся до этого Просто всем Ну я просто не такой Крутой математик Программист Я вообще в этом Друзья помогают Таблицы в Excel Да ну вот Не только в Excel Мы уже пишем Программируем Вот видишь На Ардуино Вот пытаясь Вот что-то видишь Вот микроконтроллер Вот приехал сегодня Буду вот Зашивать Плату Которая вскоре будет Вскоре она будет Инфракрасным Нет Одна из этих плат Станет Инфракрасным термометром Он будет ручной Сюда мы поставим Датчик Инфракрасный Через контроллер Мы напишем Код под него Под этот датчик И будет термометр Который будет Инфракрасным То есть он бесконтактный Термометр будет Мерить температуру На поверхности снега Куда Ну в основном да Я его хочу На поверхности снега Чтобы мерить Но он будет ручной То есть я его буду Подсоединять просто К мобильному устройству Вот такому Через кабель И он будет мерить температуру Очень быстро Очень здорово Что ты не ограничиваешься Какими-то традиционными Инструментами Которые помогают Лавиночеку Прогнозировать Лавинную опасность А еще делаешь Какие-то вещи Которые в будущем Тебе будут Более точно Это прогнозировать Макс Вот такой вопрос А если человек Все-таки посмотрел Лавинный прогноз Визуально оценил Склон По которому Он собирается ехать И вроде бы Ничего не предвещало беды Но человек начинает Спуск И начинает сходить лавина Что делать человеку В этот момент Именно тут Ситуация такая Что в принципе Ты один не должен Накониться на склоне То есть тут Как бы ситуация Делится на две части Что должен делать человек Лавинь И что должны делать другие люди Соответственно Что человек Самая большая задача У этого человека Который попал в лавину Это остаться на поверхности лавины Остаться на поверхности Это исключить одну беду Это удушье Да снежное С другой стороны Мы сели под снегом дышать Уграниченное количество времени Тут еще Дело в том Что если мы посмотрим На статистику Травм полученных в лавине То больше 40% Это различные переломы И травмы ударного типа Человек ударил об стену Там бросилось Ты же в лавине Едешь по транзиту лавины Не там где ты хотел кататься Грубо говоря И она может прыгать с уступов И тебя может броситься Если под тобой были какие-то уступы Ты можешь в них упасть И получить уже травму Уже не от лавины А от падения То есть большинство травм Это связано с тем Что тело человека бьется Об деревья Об камни С уступов И так далее Вторая проблема У лавины Снеговоздушная волна И очень большое количество Здесь соответственно удержаться Будет проще Бывало так Что люди успевали В основном потоке разогнаться Большой скорости На крае быстро выскочить И здесь уже не такая скорость И за что-то захватиться Или куда-то там встать И там уже лавина тебя сложнее Тебя зацепила Но тут самое важное Что попытаться Остаться на поверхности И прикрыть Если же тебя уже крутит Вот так вот Ты не понимаешь Где вверх или вниз То ну как бы Часто рекомендую загруппироваться Потому что Если ты будешь лететь Там морской звездой Такой да То у тебя шансов Чем больше твоя площадь Тем больше тебя Возможно получить травму Поэтому группируешь Закрываешь лицо Потом после остановки лавины Проблема у человека Остается только Небольшая часть Если он тут Какими-то ладошками зажал То где можно дышать Снег он хороший изолятор И из снега там Сильно ты не вытянешь Это воздух И поэтому то Сколько у тебя вот здесь Перед лицом осталось Вот этот небольшой комок Воздуха Вот приходится Но тут все проблема Что ты же выдыхаешь Человек выдыхает углекислый газ И потом происходит Утравление углекислым газом Который никуда не выходит Есть ли шанс Человеку Который Напустим Казался на метровой глубине Под снегом Самостоятельно выбраться Из этого снега Очень мало вероятно Очень С какой силой Примерно метр снега Далит на человека Ну вот смотри Изначально Ну вот если это свежий Упущий снег Я тебе говорил Что это примерно 150-200 килограмм Метров в кубе Это который просто лежал Потом он сорвался И его начало В момент Когда во-первых Он разгоняется Повышается температура Снега Он становится более влажным Он начинается Ну слепаться Немножечко И плюс Когда он останавливается Это же масса Которая резко теряет скорость Да грубо говоря Ну остановилась И она сжимается В снежный такой Конус выноса Лавина И там снег Становится гораздо плотнее Но я тебе могу сказать Что допустим Если тебя положить В яму И присыпать Примерно 20 сантиметров То ты сам из него не встанешь Вот грубо говоря 20 сантиметров А там Ну маловероятно То есть на глубине метр Человек практически Там не знаю 1-2 процента Что ему повезет Вытащить оттуда что-то Потому что очень многие Говорят Вот я там руку вытащу Меня увидят Там еще или с палкой слышно Или еще там как-то крикну Это нереально И для этого На самом деле Просто обычно мы Таких людей Которые не верят в это Приглашаем вот на склон Выкапываем ямку Как он сказал Метр Закапываем его туда И даем ему возможность Продемонстрировать Свои усилия Как правило Человек сразу понимает Были люди Которые из этой ямки Выбирались Нет Нет того Ну просто Дело в том Что мы-то знаем Мы же как это происходит Знаете как закапывать Человек Да Не ну понятно Все это в рамках обучения Идет Мы делаем практически курсы Здесь вот И конечно Борянский горный клуб Помогает в этом Одна из стадий обучения Это не только рассказ Как уметь пользоваться Своим снаряжением Но и почувствовать себя В роли пострадавшего То есть в принципе Даже часто наши гиды Допустим они закапывают Реально живого человека И остальные тренируются на нем Чтобы тот понял Насколько метр это много Допустим Или даже 30 сантиметров много А другие поняли Как чувствовать человека Допустим Зандом И так далее Как его искать И так далее То есть есть такой Игровой момент Все достигают цели И те и другие Вот Но метр это очень много Это нереально тяжело Что должен делать Прежде всего Человек Который видел Как его напарник Или друг Или просто человек Попал под ловину Его первые действия Ну значит первое Что это Обязательный Визуальный контроль Если что-то происходит Вы должны вести Этого человека Вот он там вынырнул Ты должен понимать Куда его тащат Там влево Вправо Потом на какое расстояние Если он там допустим Мелькнул И дальше вы его не видите То в принципе Выше он уже не окажется То есть можно смело Ехать в то место И оттуда начинать поиски То есть это Наблюдение за человеком Очень сильно сужает Локацию Для поиска Человека А сужая локацию Мы сужаем время Которое необходимо Для поиска человека Чем меньше он проведет Под снегом Тем больше шансов Его найти Потом дальше помогает датчик Если человека не видишь Но на нем был датчик Ты включаешь этот датчик И его ищешь Ну так далее То есть прежде всего Обязательно Визуальное наблюдение Контроль Который возможен Это не всегда Конечно получается Потому что бывают Перегибы склона И человек раз За перегиб Там что-то грохнуло Подъезжаешь Человека ты не видел Лавина уже сошла Ну грубо я услышал Может быть ее Такой момент Что надо обязательно Конечно правильно Выбирать место остановки Наблюдение за группой И выбирать место кота Неправильно То есть всегда должны Точки просматриваться Но это как бы Больше к гидам относится И к людям Когда работают Чтобы правильно Выбирать точки Но даже Несмотря на то Что визуального контроля Нет Все равно Лавинные датчики Помогают это делать На уровне ради частоты Искать один прибор Первое Это визуальное наблюдение За человеком Который попал в лавину Второе Если у вас Группа целая Надо раздать Каждому задачу свою Поставить Потому что здесь Один руководитель Должен быть в группе Иначе это будет хаос Один будет копать Другой скажет Ты не там копаешь Почему я копаю Я должен там Зандом И так далее Здесь все как в армии Четко и ясно Если что-то Какие-то конфликты Возникают Они все решаются После спасательных мероприятий Во время мероприятий У вас очень ограниченное время Которое необходимо Потратить именно на цель Найти пострадавшего Соответственно Это быстро происходит Там Вот вы видели Человек пошел Пыль стихла Вы видите Что на поверхности Этого человека нету В зоне выката лавины Говоришь Все переключаем датчики Ну или допустим Едем до этого куста Где мы его видели Последний раз И с этого момента Начинается там Переключаем датчики В режим поиска Так вы двоем Достаете лопаты Вы троем Достаете щупы Все мы двоем Оставшиеся ищем Все мы идем С двумя приборами У всех они выключены Ну крупно переключены Поэтому они нам не мешают Мы вдвоем идем Показываем Куда мы идем Они идут за нами Плюс в это время Они визуально осматривают Поверхность лавины Потому что может быть Торчать нога Торчать рука Может быть шапочка там Слетела Ну так грубо говоря Варежка отлетела Все эти предметы Показывают направление Движения пострадавших Это все тоже будет В пределах Зоны движения Потому что когда ты смотришь На экран трансивера Ты как правило Ничего вокруг не замечаешь А эти люди помогают Визуально осматривать Вот вы все такой группой Делаете Просто у каждого Своя задача Потом ты говоришь Вот минимальный сигнал Все давайте С зондами подходим Они чик-чик-чик-чик Оп что-то есть Все копаем Люди уже должны быть готовы То есть у него должна быть Не так что вот они ходят А потом не знаю Что я буду делать Зондировать или копать Нет сразу надо задать Ты будешь зондировать Все он не спорит И он не заставит лопату Грубо говоря Пока ему не скажут Что это делать Но просто Это сокращает время Потому что у людей Уже собран инструмент Собственно вот Такой алгоритм Визуально провожаете Доходите до места Последнего места Где человек Видели в последний раз Переключаете датчики Раздается всем задача Делится да там Кто будет зондировать Кто будет копать И по радиосигналу Ищутся Если радиосигнала нет Значит все доставят Щупы И начинают зондировать Но потом уже Когда кто-то уже нашел Там уже лопаты Можно сразу поделить То есть вот такая концепция Ну и обязательно Конечно же Если это в зоне Возможно Где есть спасатели Вызвать спасателей сразу Вот у вас пыль рассеялась Человека нету Но я бы на самом деле Вызвал как только человек Даже попал в лавину Сказал бы там Ребята Возможно понадобится помощь Мы находимся там-то-там-то Потому что Он может получить травму У вас с собой Ни насилок Редко Когда есть доктор Именно доктор Который может колоть медикаменты Да Даже если у вас аптечка И все равно Вы можете только Первичную помощь оказать Да Перебинтовать Там Но никаких таблеток Ничего вы не можете дать Нет лицензии врача Значит вы не имеете права Соответственно Если есть возможность Вызвать спасателя Откуда-то вызывать Спасатель Потому что человек Может получить такую травму Что сами вы не справитесь Если вы это будете делать потом Типа давайте Мы сейчас посмотрим В каком состоянии Потом вызовем спасателя Вот это время Чем они приедут позже И уже не поможете Ничем Человеку Но обязательно должна быть В группе аптечка Конечно же Приходилось ли тебе Попадать в лавину Ну приходилось Сначала как-то по неопытности На самом деле В Хибинах Как раз когда я приехал туда После армии жить Я попал зимой в лавину В первую в своей жизни лавину Вот И это вот Может быть еще и это Меня потом тоже подтолкнуло Потому что это все было Одно и то же Время принятия решения Да Когда я там жил В Хибинах Когда я встречался со студентами Когда я читал эту книгу И когда я попал в лавину Я учился кататься на лыжах Я переночевал ночью Просто на горе В пещере Ну тоже это был некий опыт Это чисто для опыта было И утром туман Плохая погода Я на ощупь практически поехал Соответственно Визуального контроля никакого И я просто попал в лавину лоток Прямо в лавину и попал Потому что Я не видел Что вокруг происходит И поэтому Я на лекциях всегда говорю Ребята Если нет видимости Никогда не катайтесь Вне трассы Потому что вы не сможете Даже понять Где вы находитесь Ты то есть нарушил в тот момент Все те правила О которых мы сейчас говорили Конечно В этом вопросе Да Был один В плохую погоду Ночью туман Метель И так далее То есть это конечно Было грубое нарушение Но вот меня пощадило И из тебя получился Прекрасный Ну я уж не стану там Прекрасный-прекрасный По крайней мере Опыт приобрел Ну и потом Несколько раз попадал Уже по работе Потому что Такая специфика работы Что иногда Приходится провоцировать Лавину С своими действиями Ну просто Дело в том Что в отличие От райдеров Или не знающих человек Не обязательно там Человек просто катающийся На лыжах И не понимающих Мы зато знаем Куда мы идем Мы знаем Что она вот здесь Вот сейчас отломится Ну в пределах там Вот этой границы Где-то так И мы знаем Что с нами будет Делаем этот риск Но мы его ждем Как бы да Мы готовы У нас тут ручка АБС Там и так далее За тобой С одной стороны человек Стоит, смотрит Другой строй Ты заезжаешь За тобой полный контроль Ты конечно понимаешь Что это может не хватить Тебя может сломать Поломать Но ты просто Как бы это Трисосудно Другое дело Что человек Просто катающийся Езжает точно так же На этот склон И для него Это неожиданность Он под ним лопается А мы этого ждем Как раз Что вот он лопнет Допустим Ну и потом У нас за столько времени Уже так сформировалось Чувство Вот этого Интуиция Что ты И вот этот анализ Он каждый день работает Да Механически Ты приходишь на работу Ага Ветер там наверху Смотришь Такой-то сильно был Снега столько-то Наверняка там заряжен И вот этот прогноз Когда ты сам себе Ставишь прогноз И думаешь Сейчас поеду проверю Он совпадает Почти на 99% То есть за время Вот нахождения В этом регионе Уже вот это чувство Снега Да Чувство интуиции Практически промах нет Когда тебе таким Ручным образом Приходится Спускать лавину Испытываешь ли ты Адреналин Ну конечно страшно Конечно страшно Нисколько адреналин Просто страшно Ты такой думаешь Блин Как-то надо так вот Их работу сделать И успеть выскочить Ну мы уже просто За столько времени Ну очень на этом деле Подноторили Подноторили Да И мы уже Стараемся Знаешь По краешку Сначала по краешку Если она не сходит Чуть больше Значит на склон заезжаем С каждым разом У нас везде расставлены люди Каждый за тобой смотрит Знаешь вот мне ведете Кто с Кольковой Да Бывает Бывает Так Едешь Такой А все Там начальнику Приезжай Серега Да 100 грамм за сбитый Ну это шутка Ну я к тому что Ну нет Ну так знаешь Герои дня бывают Вот Ну конечно Это все Просто тут Ситуация в том Что прежде всего Мы занимаемся этим В тех местах Где это необходимо сделать Потому что газексы Не справились Ну потому что их там Просто нет Не установлено Потому что газекс Это дорогостоящее оборудование И не то что его как бы Жалко туда поставить А оно там не перспективно То есть оно там будет работать Ну редкий раз Обслуживание И сама стоимость Она ну то есть как бы Есть определенная Финансовая Средообразность В установке В данном случае Этот участок Не средообразен Финансово для установки Но в то же время Он не каждый Не каждый день Ну грубо говоря Там заряжает Не после каждого снегопада Но бывают снегопады Когда это место заряжает Например у нас И мы вынуждены Это сделать Потому что это место Допустим находится На трассе То есть любой сход С этого места Лавины Она перекрывает трассу И люди могут попасть Поэтому лучше это сделаем мы Когда мы знаем Все правила Как нужно делать Что надо делать Мы о полном Лавиноснаряжении И мы осознанно Идем на этот риск Чем это сделает Случайно Заехавший человек Для него это будет Просто неожиданно Бах Идут лавины Потом это наша задача Это зона ответственности С нашего курорта Если бы у нас была Возможность Работать с вручными зарядами Да ВВ Ну там шашки Там таракил Как раз хотел задать вопрос А можно ли вам работать Можно Можно Но для этого нужно Опять же Создать базу Ну необходимый для этого Это нужен склад Зообщество вещества Охрана Для этого склада Договориться На нашем курорте не используется На нашем курорте нет Используется на розе Во-первых Это не так просто Получить лицензию На взрывные работы То есть это надо Обучить персоналу Потом создать склады Нанять соответственно людей Которые будут склады И обслуживать Плюс еще договориться С военными Потому что организация Не сможет получить лицензию На хранение детонаторов Грубо говоря То есть это все отдельно делается То есть допустим На розе У них есть Ручная взрывчатка Жидкая Двухкомпонентная И детонаторы Вот как бы Планируют станеть Что они должны быть У пограничников Здесь В пограничной зоне То есть А тут должен приехать Специально оборудованный Автомобиль Детонаторами Ты их должен получить Расписаться Там Смешать этот компонент Туда принести То есть это все Не так просто И надо говорить Что здесь не только еще Проблема получения лицензии И обучение персонала И так далее С плодами Но здесь еще у нас Первые лица Отдыхают часто Это тоже Ну как сказать Не всегда Не всегда Можно получить Эту лицензию Здесь Это уже другие органы Это другие органы Поэтому На самом деле Вопрос этот поднимался Я говорю Ну будет Возможность обучиться Мы обучим То есть Мы прошли обучение На розе Я получил книжку Единую книжку Зарывника Она так называется Там Она записана Допуск определенного Типа завывных работ Ребята на розе Работают То есть они Вместо того чтобы грубо провоцировать Своим ходом Да Они туда бросают Эти два килограмма Компонента И с помощью Действительно Да Подрывают Такие места То есть это вот Идеальная такая работа Когда не надо С собой рисковать Ну и так и так хорошо Максим Вот у тебя есть Сайт в интернете Называется Снова Ланч Для чего ты создал этот сайт Какую информацию Там может получить Да Ну в общем Когда начался Вот этой Учебной деятельностью Заниматься Да Читать лекции Ездить там Курсы проводить Различные Даже практические И так далее И так далее Все это стало К вопросу Потом допустим Через год Через два Через месяц У человека возникает Возникает Все это забыл Например Литература Тоже она Меняется Ее мало того Что ее очень мало Литература Половина вопросов Она специфичная То есть нужно быть Инженерным Там Понимать эти формулы Если это обычный человек То для него это Не очень нужно И он быстро забывает Эту книгу Невозможно читать Поэтому нужен Некий переводчик Человек Который Опишется простым языком А сложным То есть в данном случае Я просто видел Прихожу на курсы Там читаю И понимаю Что люди не справляются Они спрашивают Где почитать И они начинают читать Не понимают ничего Ну и в итоге В какой-то момент Мне просто там Один из друзей сказал Да сделай ты сайт На этом сайте Хранилось бы Максимальное количество Информации Начиная от учебников Прямо По самым простым вопросам И Для профессионалов Которые просто Будут как архив То есть в данном случае Сайт он сейчас работает Как архив То есть вся литература Все видео Которое появляется Там И накапливается Я его потихонечку Загружаю Это как бы одно место Где можно найти Для себя и новичок И более профессиональчик Ну по возможности Если я какие-то статьи Начинаю писать Я туда их тоже публикую Если у меня что-то возникает Ну не так часто Но в основном Это сейчас большой Архивный сайт С информацией О Что такое лавины И как их избегать И как действовать Какие они бывают И так далее То есть по возможности Максимальное место Где собрана вся информация Максим Спасибо тебе За эту беседу Я надеюсь Что наши слушатели Слушатели нашего подкаста Узнали больше о лавинах У нас есть такая традиция В конце подкаста Я прошу тебя Дать несколько советов Людям Которые отправляются На отдых в горы Как писал Монгомерио Тоттер Известный лавинщик После военных лет Что человек является Более сложной проблемой Чем сами лавины Самые лавины Рассматривать гораздо проще Чем поведение человека Поэтому Я бы хотел пожелать Слушателям Никогда Не прекращать Думать своей головой Принимать трезвые решения Грамотные А не жить в смартфоне И тогда Когда вы начнете Думать своей головой И анализировать ситуацию Все будет достаточно Просто и понятно Ну и соблюдать правила Безопасности На склоне Спасибо Максим Я напомню Что мы были в гостях У Макса Панкова Человека Который отвечает За вашу безопасность На курорте Горки-город Он является Лавинным синоптиком Лавинщиком Мы были у него в гостях Дома на Красной Поляне Если у вас есть Какие-то вопросы К Максиму Мы оставим В описании Этого подкаста Его контакты И вы сможете задать Вопросы Максиму На него ответит Ответит Ну пишите В основном Это конечно Лучше по имейлу делать Потому что работа у нас Круглогодичная Я могу быть где-то на горе И не всегда Могу ответить Так скажем Проще Это дело в писанном виде Ну и Как всегда В начале сезона Мы ждем вас На лекциях Которые будут В спортмарафоне В этом году В октябре В конце октября Спасибо за внимание Услышимся Спортмарафон Аудиоверсия